Здравствуйте! С вами Лидия Сапронова. Этот мастер-класс посвящен плетеным серьгам. Виолетт. Для серьег нам нужны кристалл Сваровский, форма Навет, у меня цвет цикламинопал, их нужно будет две штуки. К нему я подобрала жемчуг Сваровский 3 мм, цвет мови, вот так они выглядят, вот они жемчужинки, их нужно будет 28 штук. Беконусы Сваровские, вот они такие маленькие. Здесь цвет Black Diamond с эффектом Шиммер, их нужно будет 24 штуки. Если мы сравним беконусы и жемчуг, мы видим, что форма у них разная, да? Жемчуг более объемный, а беконус менее объемный, так как у него скошенные грани, то есть он граненый. И заменить, например, поменять беконусы на жемчуг или наоборот не получится, так как они не впишутся в плетение. Можно найти материалы просто других производителей, не Сваровский, например. Далее, беконусы 4 мм, у меня цвет Antique Pink, их нужно будет 4 штуки. Пара швенц и бисер. Бисер использую японские миюки, здесь делька двух цветов, основной цвет DB21, никель. Его нужно будет 2-3 грамма. И бисер DBDC14, такой рубарб, рубиновый, его понадобится около 14 штучек. Круглый, 11-го размера и 15-го размера. 15-го размера нужно будет около 2-3 грамм, а 11-го размера всего 14 бисеринок. Плету на нити S-LON белого цвета, размер АА. И, конечно, иглы для бисера и ножницы. Отрезаю нить длиной около 1 метра. Набираем на нить 28 бисерин Деллика основного цвета. Я набираю по 7, 4 раза по 7. 28 бисерин мы будем замыкать в кольцо. Двигаем их по нити и оставляем хвост примерно 30-40 см. Это мы делаем для того, чтобы удобнее было работать. С метровой нитью работать очень неудобно. Она может запутываться, завязываться в узелки. А так мы оставим хвостик, которым можем позже воспользоваться. А здесь, с этой стороны, работаем с более удобной нитью. То есть с более удобной длиной. Замыкая в кольцо, проходим через все бисеринки. Вот что мы имеем. И входим в самую первую бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 1 бисеринку. И входим в бисеринку через одну. То есть плетем ряд мозаичным плетением. Снова набираем 1 бисеринку и входим через одну. Подтягиваем нить. Вот таким крестиком становятся наши бисеринки. Так плетем весь ряд. Заканчивая этот ряд, то есть я приплетаю последнюю бисеринку в этом ряду. Подтягиваю. Так получается. Входим в соседнюю бисеринку. Вот так. Подтянули. Ряд завершен. Плетем также мозаичным плетением еще 2 ряда. Набираем 1. И входим в ступающую бисеринку. Подтягиваем. Так выглядит наше плетение, когда закончено еще 2 ряда. Здесь можно проверить себя. 2 бисеринки, 3, 2, 3, 2, 3. Нить выходит из бисеринки, где их 3. Раз, два, три. Далее мы будем плести стягивающий ряд. Бисером 15 размера. Набираем по 1. Проплетаем 3 бисеринки. 1, 2 и 3. Подтягиваем хорошенько. Далее мы входим в эту выступающую бисеринку. Не набрав бисер. То есть просто проходим через нее без бисеринки. В этом месте мы можем согнуть плетение. Хорошенько подтянуть. Здесь будет уголок нашей оправы. Далее приплетаем 6 бисеринок. И так же формируем уголок. То есть можно повернуть заправу. И войти в эту выступающую бисеринку, не набрав бисеринку. Просто мы стягиваем их между собой. Для того, чтобы сформировать уголочек. И приплетаем еще 3 бисеринки. Хорошо подтягиваем. Для лучшего натяжения или для лучшего стягивания оправы я пройдусь еще раз по последнему ряду. То есть я сильно-сильно стягиваю. Я прошлась еще раз по последнему ряду. Хорошо стянула. И теперь выводим иглу вот на эту сторону. По соседним бисеринкам движемся. Вот так. Вывели нить. Вставляем кристалл в оправу. Вставляем, поправляем. И теперь будем закрывать спинку кристалла. Плетем стягивающий ряд бисеринкам 15-го размера. Набираем одну бисеринку. Входим в бисеринку через одну. Подтягиваем. Здесь также формируем уголок. То есть мы набираем одну бисеринку и проходим через две выступающие бисеринки. Вот так. Хорошо подтянем. Поворачиваю. Поворачиваю. Шесть бисеринок. И снова там будет уголок. Точно так же. Один ряд сплетен. Плетем следующий. Также набираем одну бисеринку. И входим в бисеринку через одну. Здесь в уголочке также набираем одну бисеринку. Подтягиваем. Подтягиваем. Так получается. Плетем также по кругу. Этот ряд сплетен. Теперь нам необходимо вывести иголочку в эту бисеринку. И если ориентироваться на уголок, то есть вот у нас уголочек, вот бисеринка центральная, будем от нее ориентироваться. То есть мы идем по бисеринкам. И выводим в эту. Вот центральная бисеринка. Мы выводим иглу в первую выступающую бисеринку. Набираем четыре бисеринки. Пропускаем одну выступающую. И входим через одну. То есть вот сюда. Получается вот такой мостик. Снова набираем четыре бисеринки. Также входим через одну выступающую бисеринку. Вот сюда. Подтягиваем. Получили два таких мостика. Теперь нам нужно вывести иголку в бисеринку с противоположной стороны. То есть также от центральной бисеринки это будет следующая выступающая бисеринка. Вот эта. Также я прохожу через эти же бисеринки. Вот эту центральную бисеринку. Центральную бисеринку в уголке я имею ввиду. И выхожу в первую выступающую бисеринку от центральной. Набираем одну бисеринку. И проходим через две бисеринки этого мостика. Вот так. Подтягиваем. Набираем одну бисеринку. И входим в бисеринку через одну. С этой стороны. Снова подтягиваем. То есть у нас здесь получился вот такой крест. Или мы соединили два мостика. То есть с этой стороны мостик. И здесь с этой стороны мостик. Набираем одну бисеринку. Проходим через две. Бисеринки этого мостика. Вот так. То есть в этом мостике эти две бисерины являются общими. Снова набираем одну бисеринку. И входим вот в эту первую. От центральной бисерины. Подтягивая. Вот что у нас должно получиться. Таким образом мы закрыли изнанку. И предохранили наш кристалл от потертостей. Я так подержу. Вы можете остановить видео и проверить. Так ли у вас получилось. Далее выводим иголочку в ряд с деликой. Сейчас покажу, как сориентироваться. Вот у нас кристалл. И вы видите здесь в самом центре две бисеринки. То есть у нас же шли рядочки такие, да, поперечные. Три бисеринки, две, три. И в самом центре кристалла, если вы все сделали правильно, у вас должно быть две бисеринки. Вот они такие. Две выступающие бисеринки. Вот они. Мы должны вывести нашу иглу в эту выступающую бисеринку. То есть та, которая ближе к задней части кристалла. Вывожу через соседние бисеринки также. Вот необходимая нам бисеринка. Выводим. И далее будем плести, набирая по три бисеринки 15-го размера. То есть набираем три. И идем по этому мозаичному ряду. Входим в эту бисеринку. Подтягиваем. Снова набираем три. И входим в следующую бисеринку этого ряда. Так. Подтягиваем нить. И три бисеринки, они встают зубчиками. Подтягиваем. Снова набираем три. И входим в следующую бисеринку этого ряда. Подтягиваем. Точно так же нам нужно сплести по всему этому ряду. Придем вот в эту же бисеринку, с которой начинали. Заканчивая этот ряд, мы окажемся в той же бисеринке, с которой начинали плетение. Далее выводим иглу в вершину этого зубчика. Вот так. Этот ряд плетем, набирая три бисерин делика. Здесь я набираю одну основную, рубиновую и основную. То есть вот так. И проходим в следующий зубчик. То есть в следующую вершину. Подтягиваем. Снова набираем три бисерин делика. Одна основная, рубиновая и основная. Проходим в следующий зубчик. То есть в вершину. Подтягиваем. Здесь стараемся поставить три бисеринки также зубчиком, поправить и хорошо потянуть. Здесь мы дошли до вершины. Набираем одну бисеринку делика. У меня основной цвет. Биконус 4 мм. И снова бисеринку делика. Вот так. И входим в зубчик также. Подтягиваем. Здесь мы набираем по три бисеринки. И дойдя до вершины, у нас будет такой же набор. Делика, биконус делика. Войдем в ту же бисеринку, с которой начинали плести этот ряд. Этот ряд завершен. И выводим иглу в вершину предыдущего ряда. То есть в этот зубчик, в его вершинку, в эту рубиновую бисеринку. Следующий ряд плетем, набирая делику, миюки, круглые 11 размера. И снова делику. То есть вот будет у нас такой набор. Идем также по зубчикам, по вершинкам. Делика, круглые миюки 11 размера, делика. И по вершинкам. Здесь биконус также является вершиной. То есть мы проходим через него здесь. Так плетем по кругу. Этот ряд завершен. Так выглядит сейчас наше плетение. Нить стала уже короткая. И как раз на этом этапе я ее буду прятать и обрезать. То есть мы проходим через бисеринки плетения. Здесь я веду нить вот прям к этой части. То есть я прячу ее не в самом ажурном плетении, а вот здесь. В той части, где плетение прикрывает кристалл. Прохожу через бисеринки не спеша. Это может быть не очень удобно, так как плетение достаточно плотное. Но возможно, если игла не проходит через бисеринку, то лучше заменить на более тонкую углу, либо постараться войти в другую соседнюю бисеринку. Я привела нить к спинке кристалла. И теперь будем прохаживаться по бисеринкам. Здесь я делаю разворот, снова делаю разворот, то есть как бы замыкаю круг, подтягиваю нить, для того, чтобы она утонула в бисеринках, ее не было видно. в бисеринку. В бисеринке в бисеринку. никуда не денется. Здесь ее можно смело срезать. Натягиваю нить и срезаю. Натягиваю для того, чтобы нить утонула в бисеринке. Обращаемся к нашей лицевой части. Так сейчас выглядит сырька, уже сейчас красиво, так ажурно. Мы сверху еще украсим беконусами и жемчугом. Нам необходимо вывести иголку в вершину этих зубчиков. То есть самый первый ряд, где мы плели по 3 бисеринки елки 15 размера. Вот они. Нам нужно вывести иголочку как раз в этот самый зубчик, в его вершину. То есть я сейчас воспользуюсь как раз этой нитью, которую мы оставили. Выводим ниточку в нужную нам бисеринку. Здесь я перешла на более тонкую иголку, иголку 15 размера, так как мы будем плести поверх нашего ажурного плетения и проходить через бисеринки 15 размера. Здесь набираем один беконус 3 миллиметра. И входим в вершину следующего зубчика. То есть мы плетем поверх этого ажурного плетения. Подтягиваем нить. Здесь в центре мы располагаем 3 бисеринки 15 размера. То есть мы набираем 3 и входим в вершину следующего зубчика. Вот так. То есть по центральным беконусам у нас располагаются просто бисеринки 15 размера. Далее набираем опять беконус. Идем в вершину следующего зубчика. Подтягиваем. Вот что у нас получается. Так мы проплетаем до вершины. Под беконусом 4 миллиметра у нас снова будет бисер мьюки. И здесь также будут биконусы 3 миллиметра. Этот ряд сплетен. Мы выходим из той же бисеринки, с которой начинали. Далее выводим иголочку в рубиновую бисеринку. То есть в вершинку этого ряда. Того ряда, где мы плели 3 бисерины делика. Выводим в эту вершинку. Подтягиваем нить. Здесь мы набираем по одной жемчужинке. Набираем жемчужинку. Здесь проходим через беконус, так как это тоже наша вершина. Тихонечко подтягиваем. Снова набираем жемчуг. И идем в следующую вершинку, то есть в нашу рубиновую бисеринку. Подтягиваем. Набираем жемчужинку. И входим в вершинку этого ряда. То есть мы плетем поверх нашего ажурного плетения. Так плетем по кругу. Набираем по одной жемчужинке. Закончив этот ряд с жемчугом, ниточка выходит из бисеринки, с которой и начинался этот ряд. Здесь она выходит из рубиновой делики. Подтягиваем нить. Далее мы вводим иголочку в три бисеринки под жемчугом. Здесь делика. 11 размер делика. Выводим из делики. Подтягиваем. Набираем три бисеринки пятнадцатого размера. Они будут располагаться под биконусом. И входим также в три бисеринки. Те же самые, только с другой стороны биконуса. Делико. Одинадцатый размер делика. Подтягиваем. Так мы прикрыли биконус, чтобы был более законченный вид. Далее разворачиваемся и выходим иглой в жемчужинку. Вот так. Подтягиваем нить. Проходим через биконус. Проходим через жемчужинку. Первую от биконуса. Подтягиваем нить. Далее всегда набираем по одной бисеринке пятнадцатого размера. Набрали бисеринку и входим в жемчуг. В этом ряду мы проходим через жемчуг. Набираем снова одну пятнадцатого размера. Подтягиваем немного. Так, чтобы не было промежутков между ними. Снова набираем одну и проходим так до этого биконуса. Здесь мы дошли до биконуса и будем крепить швензу. Здесь нужно хорошо потянуть нить, чтобы плетение выровнялось, натянулось немного и стало более плотным. Здесь набираем четыре бисеринки пятнадцатого размера. Швензу. В моей швензе достаточно большое кольцо. Вот это. поэтому можно было конечно сразу набрать восемь бисеринок, но я говорю для тех, у кого кольцо может быть меньше. То есть мы набираем сначала четыре, потом швензу, потом еще четыре, либо сразу восемь, если это кольцо большое. и входим в эту жемчужинку. Вот так. Подтягиваем нить. Далее мы разворачиваемся и проходим через три бисеринки, которые находятся под жемчужинкой. то есть здесь у нас делика, круглые одиннадцатого размера и делика. Игла выходит из делики. Подтягиваем нить. И сейчас мы будем проходить по этим бисеринкам. Но оставляем одну и проходимся по остальным шести. То есть мы здесь оставляем одну бисеринку. проходим через шесть. С этой стороны мы также оставим одну бисеринку. Подтягиваем нить. Проходим через три бисеринки, которые находятся под жемчужинкой. То есть так же, как и с той стороны. Подтягиваем. Поправляем. Вот так вот у нас садится швенза. Она здесь входит и здесь находится свободно. Подтягиваем нить. Далее разворачиваемся и входим в жемчужинку. Здесь проходим через все восемь бисеринок. То есть мы еще раз укрепляем нашу петельку. И входим в жемчужинку. Швензу закрепили. Вышли из жемчужинки. И далее набираем одну бисеринку пятнадцатого размера. И так же проходим с этой стороны по жемчужинкам. Стягивая этот ряд. Вот таким образом доходим до биконуса. Дошли до биконуса. Здесь тянем нить. Она должна быть натянута хорошо, так как вот эта натянута с нити она придает жесткость и форму самой сережки. Сережка при этом получилась достаточно ровная. Ничего нигде не болтается. Она достаточно тугая. И плетение потому что плотное. На этом наше плетение завершено. Сережка почти готова. Необходимо спрятать нить. Здесь я пройдусь через биконус. Далее по трём бисеринкам под жемчужинкой. И спрячу на изнанке так же, как мы уже прятали нить. Такие прекрасные аккуратные серьги у нас получились. Надеюсь, вам было всё понятно и очень интересно. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч в мастер-классах. Редактор субтитров А.Семкин